Шава Топа, Готовок, здравствуйте, добрый вечер. У нас, не знаю точно, пятое занятие по циклу «Смысл заповедей». И мы с вами договорились, что в прошлый раз, обсудив заповедь Чува, Ведуя, мы немножечко попытаемся сейчас обсудить следующую заповедь, а именно Йом-Кипур. Мы обсудили Ходошилул, месяц Илул, Рожешана, Новый Год, и после Нового Года мы обсудили Осараимый Чува и заповедь Чувы. И выяснили, как заповедь Чува связана с мерой Всевышнего, которая называется «мера милосердия» Медад Гарахами. И сказали, что слово «рахамим» происходит от слова «рехам», и «мера милосердия» рождается из того, что Всевышний, который одинаково владеет настоящим, прошедшим и будущим, судит человека с учетом его раскаяния и изменения жизни, с учетом знания его будущего. И, соответственно, с этим человек судится за свои поступки на завтра, послезавтра и так далее, а также в соответствии с поступками своих детей, своих потомков, своих учеников, книг, которые он напишет, тех вещей, которые выйдут из тех поступков, которые он сделал сегодня и до конца VI тысячелетия. Это ответ, который я дал, и это ответ, который объясняет понятие Чува. Он не до конца верен, поэтому я вернулся. Почему он не до конца верен? Для этого нам надо вернуться к тому, что я говорил в начале прошлого урока, к рамбому Гилхэст-Шува, который говорит. Я не помню, успели мы прочитать этого рамбома или нет. Прочитать точно не успели, потому что книжки здесь нет. Поэтому попытаемся сказать это более или менее БЛП. Говорит рамбом, что во время, когда существовал Байдамигдыш, существует три типа авирот. Два типа авирот. Сейчас нам три пока не нужно. Есть три, но сейчас нам нужно два. Авирот-калот и авирот-хамурот. Легкий авирот и тяжелый авирот. Тяжелый авирот – это авирот, за который положено наказание карет или смертная казнь Боиздина, или смерть Боидей-Шамая, смерть от рук Всевышнего. И легкий авирот – это все остальные авироты. Говорит рамбом, что когда существовал Байд Мигдаш, то за легкий авирот Йом-Кипр давал искупление, прощение авирот, даже если человек не был хазер-батшува, человек не делал шува. За тяжелый авирот Йом-Кипр не давал прощения без шувы. Шува вместе с Йом-Кипром, она убирала авирот-хамурот, даже тяжелый авирот. Без шувы только Йом-Кипр прощал за все остальные авироты. И это вещь, которая очень трудна и непонятна. И сегодня, поскольку сегодня я хочу говорить не так о шуве, как о Йом-Кипре, поэтому нам нужно попытаться понять, как может быть ситуация, когда человек не хазер-батшува, человек не сделал шува, знает, что он сделал авирот-бэмэзит, и вот эта авирот уходит сразу после Йом-Кипра. Как такое может технически произойти? Чтобы обсудить эту тему, нужно затронуть сразу несколько моментов. Рамбом-пасак, что это происходит только во время, когда существует бейт-микдаш. То есть, это связано с жертвоприношениями. В Геморре это Махлокис, между Рабимейром и Рабоном, и, возможно, надо понять, все ли учат как Рамбом, или не все решоним, возможно, существует точка зрения, по которой, даже когда нету бейт-микдаша, кто-то, Рабимейр, считает, что Йом-Кипр может искуплять те авирот, которые существуют, даже сегодня, даже без шувы. Мы не паским этого на галоха, Рамба, вода и не пасек это на галоха, но это значит, что такая точка зрения существует. И вот появляется странная ситуация, которой, в общем, посвящен сегодняшний урок. Как может быть ситуация, когда просто прошел Йом-Кипр, человек не сделал отшуву, не раскаялся, не сказал видуя, собирается продолжать делать авирот завтра. И, тем не менее, прошел Йом-Кипр, и те авирот, которые у него были, они кончились. Он прощен. Как такая ситуация может сложиться? Для того, чтобы обсудить эту ситуацию, я хочу обсудить еще две. Это мы пока подвешиваем файл, который называется «Вопрос», и попытаемся обсудить сейчас еще две ситуации. Ситуация номер один. Вопрос номер один. Это вопрос такой. Когда мы читаем Шма ежедневно, несколько раз в день, мы читаем Шма Исруль, Ха-Шем-Алакейна, Ха-Шем-Эхат. Слушай, Всевышний, слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Следующая фраза, которая говорится после этого, «Борух Шем-Квот-Молхото, Ла-Алам-Ваэт, благословлено славное царство Твоего веки веков, благословление Всевышнему, которое является царем этого мира, Ла-Алам-Ваэт». Эту фразу мы говорим сегодня здесь тихо. В Сидурах на русском языке написано «шепотом» или «тихо», на иврите написано «бэшекет», что мы произносим эту фразу тихо. И вот вопрос, который возникает, первый вопрос, который я хочу спросить, это почему именно эту фразу надо сказать тихо, а всё остальное шема надо говорить нормально, кроме первой строчки, которую надо говорить громко, всё остальное надо говорить нормально. Вопрос, который я задаю, почему эту фразу надо говорить тихо. Ещё один вопрос. Все три вопроса мы объединим потом вместе и получим ответ на все три вопроса одновременно. Вопрос такой. И существует такая эпогея Йом-Кипура, одна из главных жертвоприношений Йом-Кипура. После того, как Коэн-Годдаль принёс жертву за себя, после этого он приносит жертву за свой дом, за жену, после этого за всех Каганим, после этого за весь Амисраэль, после этого ему привозят двух козлов. Одинаково по росту, по цвету, по внешнему виду, по стоимости, по возрасту. Купленных одновременно. Всё это изначально надо сделать, Бодиавит постфактум это не задерживает. Перед ним стоит урна, в которой лежат две дощечки. Потом они были сделаны из золота, вначале из дерева. На одной дощечке написано «Ле-Гашем» Всевышнему, на другой написано «Ле-Азазель» Сотану. Он кладёт руки в эту урну, достаёт две дощечки, правую кладёт на правого козла, левую на левого козла. Тот козёл, на котором находится дощечка «Ле-Гашем», приносится в жертву Всевышнего. И эту жертву, этого козла приносят, кровью его брызгают на порохот, и потом кодажик Дашим, и на жертвенник, на внутренний жертвенник, который существует. Существует два жертвенника, внутренний и внешний, так вот, кровью этого козла брызгают на внутренний жертвенник. Одновременно с этим другой человек, не Коэн-Годель, а тем, может быть, и Сроэль тоже, второго козла, на котором написана табличка «Ле-Азазель», берёт с собой, отводит его за пределы Баэтмикдаша, храма, ведёт его в сторону сегодняшнего поселения, которое называется Мале-Адумим, в сторону города Иерихо, и ведёт его в этом направлении, доводит до скалы, которая называлась Мале-Адумим, в честь этой скалы, названной сегодня поселением из Рашины Мале-Адумим. Там он сбрасывает его с этой скалы, сталкивает задом вперёд, толкает по голове, и козёл падает вниз, и летит со скалы, и разбивается в дребезги. Во время, когда козёл разбивается в дребезги полностью на хати-ход-хати-ход, в это время ленточка, две ленточки были, одна привязана к рогам козла, другая привязана к рогам, к воротам храма, шар Никанор в храме. Ленточки это были красного цвета. В это время, когда козёл летел вниз, то в первом храме ленточка, которая была на воротах храма, она белела, и об этом сказано, если будут ваши авирот, если будут ваши преступления такие же красные, как кровь, то я обелю их, и они станут как снег, так сказал Всевышний. Нужно понять, что за служба Йом-Кипура, вот это вот непонятное сочетание действий, которые мы делаем, когда мы, мы, Каген-Гадоль, бросает жребий, и это жребий решает, какой козёл куда идёт, и производятся вот эти вот манипуляции с козлом. Три вопроса я задал. Как Йом-Кипр может прощать без шувы? Первый. Второй вопрос. Каким образом за часть авирот, не за все авирот, но за часть, по некоторым мнениям, за все авирот, но по мнению Рамбова за часть авирот, и только во время, когда существует храм, и вот эта служба с козлами, это второй вопрос, что означает эта служба, которую я только что рассказал. И вопрос номер три. Почему она, вот эта вот фраза, говорится тихо, каждый день, а в Йом-Кипре говорится громко? Начнём с последнего, то есть тот, который я задал первый, с Борохшим-Кот, Малхот, Алла-Алан-Ваэд, попытаемся разобрать этот вопрос. Во-первых, вопрос, касающийся первого дня. Вопрос, касающийся каждого дня. Почему ежедневно Борохшим-Кот, мы говорим тихо? На эту тему есть несколько объяснений. Объяснение, которое стандартное объяснение, которое даётся всюду, говорит о том, что когда Маширобейна поднялся на горы Синай получать тору, он получил тору, в которой сказано три парши, три отрывка шма, которые мы говорим каждый день, были даны Маширобейну во время дарывания тору. Борохшим-Кот в этих отрывках отсутствует. И Маширобейну услышал, как его говорят ангелы, когда молятся Творцу. Когда Маширобейну услышал, то он как бы украл у ангелов эту фразу, она ему очень понравилась, и он её немножечко взял себе, чтобы мы тоже говорили эту фразу. Но поскольку Всевышний эту фразу ему не говорил, и эта фраза была украдена у ангелов, то поэтому эту фразу мы говорим тихо, а не так, как вся остальная тора. Она не написана в торе, и она говорится тихо, а не громко, как все остальные кусочки из торы. Это объяснение, которое даётся всё время, и я его много раз слышал от разных людей, которым я задавал этот вопрос. Это объяснение мне глубоко непонятно, по очень простой причине. Во-первых, мне очень трудно представить, что Машир что-то спёр у ангелов, немножечко так, чуть-чуть приворовал. Во-вторых, если это произошло, то зачем мы говорим эту фразу, если она краденая, то зачем её говорить? А если её можно говорить, то почему тихо? Как бы украл, но чуть-чуть, поэтому можно, но тихо. Это немножко нематим, ни нам, ни к нам это хорошо не относится, ни тем более к Маширобейну, через которого передана вся тора целиком. Поэтому этот ответ мне не нравится. Тем не менее, он сказан в Медраше, и его надо понять, и попытаемся понять его через другой Медраж, который сказан в Геморе, трактат Псахим. Гемора приводит такой пример. До того, как я приведу этот пример, есть такой анекдот. Он просто показывает то, что было сказано в дальнейшем. Был такой миллионер, миллиардер, наверное, по имени Рокфеллер. И вот анекдот рассказывает такую историю, что однажды он взял такси, чтобы отвезти себя от своего дома в свою контору, где он работал. Когда он приехал, он заплатил по счётчику и дал таксисту доллар на чай. Таксист ему говорит, вы знаете, говорит, вчера я по этому же маршруту вёз вашего сына, так он мне дал пять долларов на чай. Ответил Рокфеллер, ещё бы говорит, у моего сына папа миллиардер, а я сирота. Это анекдот, который немножко помогает понять Майсу, который я сейчас расскажу. Майса такая, что история такая, что был царь, жил-был царь. У него была дочка по имени принцесса, если я правильно понимаю, что принцесса есть дочка царя. Царь и принцесса. Кто более богато, кто лучше живёт, кто может себе больше позволить? Царю надо немножечко управлять государством, ещё какие-то вещи есть, долги, казна и так далее. Ему надо думать на тему финансов. Принцесса, её основная работа – ничего не делать и ни о чём не думать. Для этого она создана в этом мире. И вот, естественно, за этой принцессой бегали, как за принцессой, и подавали ей самую лучшую еду, в самой лучшей посуде и т.д. и т.п. Ей приносили в золотых блюдах самое лучшее кушание, которое умели создать шеф-повара, у которых была целая бригада, которая работала на кухне. Но у неё была проблема, у бригады и у принцессы. Она любила определённый вид еды, который называется поджарки. К днищу кастрюли, когда делается жаркое, пригорает кусочки мяса, который невозможно выковырять и дать в блюде, в золотом, чтобы кушать. Ему надо брать в кастрюлю, шкрябать ложкой и хавать. И принцесса в своей свадебном принцессном наряде, ослепительно-белая, в жемчугах, безумрудах, бриллиантах и т.д. спускалась на кухню, брала этот котёл, большой, в котором пригоревшее мясо, и ложку, и шкрябала. Когда она приходила на кухню, чтобы пошкрябать, я специально употребляю это слово, то цевит, работающий на кухне, кухарки, повара, шеф-повара и т.д. приветствую её, прославляли её как принцессу, но при этом. Делалось это как-то немножко тихо, потому что как бы очень некрасиво, что принцесса пришла в эту грязную кухню и шкрябала там шкварки. Поэтому, с одной стороны, ей нравится, а с другой стороны, неприлично. Другой пример. Царь Николашка, который правил на Руси, Николай II или I всё равно, который являлся царём всей Руси, Польши, Финляндии и т.д. Проезжая по различным городам, решил заглянуть в деревню Порутино-Крюковской области, где находилось 12 домиков, и сообщили, приезжает царь. Крестьяне вышли встречать царя и вынесли ему хлеб с солью, недопечённый, и сказали, добро пожаловать, царь, нашей деревни. Является это прославлением царя или является это оплюхой по морде царю. Когда Всевышний, который является царём миллионов миров, которые он создал, миров, которых к душе святость находятся на уровне, которые мы с вами не можем представить, потому что мы в них не бывали, где проявление Всевышнего находится настолько высоко, что ангелы, попадая в этот мир, сгорают полностью, они не могут там существовать. Есть самый нижний мир, который немножко напоминает кучу грязи и навозов, в который мы с вами находимся, который мы, в общем, добавляем туда, то, что нужно добавить, чтобы он лучше благоухал. И вот в этом мире мы находимся и говорим. Благословено славное царство Всевышнего в этой навозной куче. В этом муравейнике, где мы находимся, будем более приличный пример приводить. Я специально привожу эти примеры для того, чтобы понять. Мы находимся на уровне муравьёв немножко ниже, но мы провозглашаем царство Творца в этом муравейнике. Можно такую фразу сказать громко, её и тихо сказать нельзя. Это даже похлеще, чем принцесса в царских одеждах, которая хочет пошкрябать кастрюльку. Но что мы можем сделать? Принцессу нравятся вот эти поджарки, а Всевышнего он создал этот мир для того, чтобы мы провозгласили его царём этого мира. Поэтому это то, для чего он создан. Он хочет проявить себя в этом мире как царь. И это наша работа в этом мире. Это работа Рожашёна, это работа Емкипора, это работа каждого дня. Но немножко неудобно сказать такое Творцу. Поэтому принцесса ходит кушать поджарки тихо, когда все спят и никто этого не видит, а мы провозглашаем ворохшим квот не очень громко. Ангелы, которые находятся несоисмиримо выше, на другом уровне, где они не муравьи, а не ангелы, могут сказать эту фразу громко, потому что там Всевышний проявляется как царь. Мы в этом мире, где проявление Всевышнего как царя, надо уметь увидеть с помощью разных оптических приборов, когда существуют люди, а это большая часть населения земного шара, которые не то, что не провозглашают Всевышнего как царя, а считают либо, что его нету, либо, что он устроил мир и устранился себя из этого мира, либо еще разные точки зрения, которые называются апикарсутом, еретичеством и так далее, отрицают все основы веры. И уж во всяком случае отрицают Всевышнего как царя. Сказать, что мы Всевышний прославляем тебя как царя этого мира вслух, это немножечко оплеуха в сторону Творца. Не того уровня муравьи мы, чтобы это говорить. Поэтому, поскольку, тем не менее, желание Творца, чтобы именно в этом мире проявилось его царство, мы это говорим, но делаем это тихо. Это первая часть, первый пункт первой части. После того, как она изложена, нужно увидеть, что же происходит в Йом-Кипр, когда мы провозглашаем Борохшим Квот, и те, кто видел Вседуру, благословно твое царствие, всюду в Вседурах написано громко, во весь голос и так далее, по-русски на иврите, Беколь Рам, во весь голос. Мы должны, и если кто-то помнит, как происходит молитва в синагоге в Йом-Кипр, то все во весь город скрещат Борохшим Квот, Малхутол, Алам Ваэт. Что изменилось, что произошло, почему в Йом-Кипр, мы можем это говорить громко, а в остальные дни мы говорим тихо. Если понятно то, что я изложил про остальные дни, то должно быть понятно, почему в Йом-Кипр это происходит как-то иначе. То есть непонятно, но должен быть понятен вопрос, чем отличается Йом-Кипр от других дней, почему в Йом-Кипр мы делаем это иначе. Первый ответ, который приходит в голову, вот очень очевидный ответ, что в Йом-Кипр мы постимся, мы не делаем многих вещей, которые делаем в другие дни, мы поднимаемся на уровне души. И, как говорит Митраж, в Йом-Кипр мы находимся на уровне ангелов. Одна из причин, что мы не надеваем в Йом-Кипр кожаную обувь, заключается в том, мы знаем, что есть пять вещей, которые запрещены в Йом-Кипр. Надевание кожаной обуви, еда и питьё, мытьё, обмазывание себя какими-то маслами благовонными, в русском переводе это кремами, которые существуют, современной косметикой, и запрещение на супружескую близость. Пять вещей, которые в Йом-Кипр запрещают дополнительно ко всем тридцати девяти видам работ, которые есть в Шаббат. Мы не надеваем кожаную обувь, чтобы показать, что в этот момент мы не ходим, мы стоим. Суть человека в том, что он постоянно движется, совершенствуется. Йом-Кипр день, где мы находимся на уровне ангелов. У ангелов есть одна нога, они не двигаются, они стоят, они не могут совершенствовать мир, не могут совершенствовать себя, они созданы самодостаточными, полными, цельными. В отличие от человека, суть которого совершенствовать себя и одновременно с собой совершенствовать весь мир. Мы в Йом-Кипр находимся на уровне Малахим, на уровне ангелов. Так сказано в Медраше. Этот один из Медраше, которых тоже очень трудно, я бы сказал, невозможно понять. Почему? Потому что давайте попытаемся понять, что значит находиться на уровне ангелов. Что происходит? До Йом-Кипра нам надо сделать Саудам Афсекет. Надо сделать трапезу, которая посвящена Йом-Кипру. То есть до Йом-Кипра мы должны прервать свою еду и сделать последнюю трапезу с мясом, с рыбой, такую нормальную еду. И это является митцво. И человек, который делает эту трапезу, там поститься в Йом-Кипр, то он всё равно, что постился два дня, сказано. Поэтому мы делаем эту трапезу. В принципе, надо там не переедать, чтобы не болел живот, чтобы не начинать Йом-Кипр с больных животом, но обычно люди в эту трапезу хорошо кушают, поскольку полный страх, что им целых 25 часов примерно нельзя кушать, надо сразу же пожрать столько, сколько поместится, потом запихнуть ещё немножко, поскольку каждый следующий кусочек проталкивает предыдущий, то поэтому мы умудряемся это сделать ламигадрином. Поститься тяжелее, а покушать мы в состоянии. После этого человек идёт в синагогу, молится Твилазака 10 минут, колнидры ещё 20 минут. После этого 30 минут. После этого молится Мария, шма. Таким образом, аж 45 минут человек находится внутри поста. Он уже 45 минут ничего не ел. Благодаря этому посту он поднялся на такой высокий уровень, что он уже ангел. Поэтому он может сказать, борохшим код молхотов, он обладает вслух. Понятно, что то, что я говорю, звучит бредово. И для этого я говорю, чтобы мы увидели кушью, трудность, которая здесь находится. Мы несколько минут попастились, мы уже боровьи очень большие, очень выросли над собой в духовном плане. Мы можем громко говорить борохшим код. Это абсурд, но тем не менее, в Макзере написано, что мы должны говорить громко. И это вещь, которая непонятна. И сейчас будем пытаться разобраться сразу во всех трех вопросах. К этому моменту я сформулировал вопрос настолько, что ответ уже должен быть очень близок. Рамбом пишет, что за оверот колод, за легкие преступления во время Бэтмикдаша Йом-Кипр искуплял даже без Чува. Мы пока не понимаем, как это может произойти. Пока это у нас остается в форме вопросительного знака. Но это то, что написано. Это написано в геморре. В геморре приводится в Крисос, в Швуэс. В этих геморрот приводятся даже частные случаи, где это видно. Например, человек, который сделал авейру, за которое преступление, за которое он должен принести Корбан-Хаттас, есть определенные виды авейрот, что если прошел Йом-Кипр, и он не приносил Корбан-Хаттас, то теперь этот жертвоприношение ему приносить не надо. Йом-Кипр простил его, и теперь этот Корбан принести не то, что не надо, нельзя. Он будет лишним. Он не положенный к жертвоприношению. Почему? Потому что Йом-Кипр снял, стер ту авейру, которая у меня была. Не дай бог, что у меня была авейра, но Йом-Кипр ее стер. После того, как мы это говорим, нам нужно понять, как это работает. Это очень трудно сделать, но то, что легко сделать, легко увидеть. Мы видим, что к душе святость Йом-Кипура, она сама по себе может убрать какие-то авейру. То есть, что Йом-Кипр – это какой-то день, который как сам день отличается от всех остальных дней, настолько, что есть мнение, которое мы не паским сегодня на Галаху, но тем не менее существует мнение, которое во время баэтмикдаши, рамба, пасакла, Галаха, мнение, которое говорит о том, что суть Йом-Кипра – это то, что стирает авейрот. Без шувы, без раскаяния, без каких-то добавлений. То есть, есть какая-то к душе, какая-то святость, какой-то аспект этого дня, который мы сейчас должны попытаться увидеть и понять, который в состоянии сам по себе убрать полностью авейру. Теперь нам осталось увидеть аспект этого дня. Прежде всего, давайте мы вернемся к двум козлам, который бросает жребий Коэн-Годаль и решает, жребий решает, какой козел пойдет ко Всевышнему, какой козел пойдет в Лазазель. Авойда Йом-Кипура, которая является ключевой авойдой в это время, во время завершения этой авойды, этой службы, в этот момент Амисраэль получал прощение за свой авейрот. С чувой без него, но в этот момент это происходило. И надо понять, какая связь этой авойды с прощением авейрот, и мы тогда начинаем приближаться к понятию того, что такое Йом-Кипура. Для того, чтобы это понять, начнем с сотворения мира, буквально с сотворения мира, почти. Со второй главы, не помню, какое точно предложение второй главы, после того, как во второй главе Торы Берейшес написано, «Ваихула, Шамай-Ваарец, были завершены небо и земля, и все воинство их», и так далее, «осветил Всевышний день субботний», написано, «Элот алдодэ Шамай-Ваарец», вот произведение неба и земли, «Бе-й-барам, бе-йом асат-элаким Шамай-Ваарец». «Бе-й-барам» – в день творения, когда сделал Всевышний небо и землю. Слово «Бе-й-барам» абсолютно во всех хумашим, эти книжьях, абсолютно во всех сэфер-торах, абсолютно во всех изданиях на иврите написано таким образом, «бейт», потом маленькая буква «гэй», остальные буквы опять большие, нормального размера. Во всех изданиях Торы буква «гэй» уменьшена. Говорит Раша, что это уменьшение буквы «гэй» пришло дать мне намёк, для того, чтобы я понял определённую вещь. «Аль-тихра, бе-й-барам», говорит Раша, «эл-а-бе-абрагам». Букву «гэй» и букву «алев» этого слова «гебарам» нужно поменять вот так вот местами зеркально, вместо «алев-а-гэй», вместо «гэй-а-лиф», и получится. Вот произведение земли «в» или «для» Авраама были произведены небо и земля. Авраам, мы знаем, что когда он родился, он был не Авраамом, а Авраамом, и буква «гэй» была прибавлена к его имени после этого, поэтому в слове «гебарам» буква «гэй» маленькая, чтобы показать это. Итак, читаем пасук так, как он написан по мнению Раши. И не только Раши, это Медраши. «Вот произведение неба и земли в день, как для Авраама были произведены небо и земля. Авраам появится через 20 поколений после описанных событий в этом месте Хумаш. Еще 10 поколений пройдут от Адама до Нолоха и 10 от Нолоха до Авраама. Только после этого возникнет человек по имени Авраам. Но уже в это время сказано, вот произведение неба и земли, для Авраама произведено небо и земля. Кто станет Авраамом? Это вопрос. Для чего нужен Авраам? Для Авраама произведено небо и земля. А сам Авраам, для чего он нужен? Я говорил на каких-то уроках, не помню на каких и что я говорил, но на каких-то уроках наверняка мы говорили, что существует два вида связи между миром и Творцом. Одна называется Гангага-Клалит, Общее Гангага-Общее Управление. И вторая называется Гашгаха-Пратит, Частное Влияние. Я вспомнил даже, что у нас на эту тему было несколько уроков, есть и нет на животных Частное Влияние. В конце 13 принципов веры, которые говорил Рамбов, мы об этом говорили довольно подробно. Но что-то мне придется повторить. Гангага-Клалит, Общее Управление Миром, это управление, которое не зависит от поведения людей в этом мире, которое подчиняется законам, которые Рамбов называется законом Мазалот, законом Созвездий, на современном, или Магалага-Тева, на современном языке этого, законом природы, которые существуют, Эйнштейна, Ньютона, Гей-Люсака, извините за выражение Бойля-Мариотта, и всем остальным законам. Это законы, которые созданы Всевышним в этом мире, и вне зависимости от нашего поведения мир живет по этим законам. Есть значительно более сложные законы, но их мы не будем называть, и так понятно, о чем идет речь. И существует второй Магалаг, который переплетается с первым, и иногда отменяет полностью первого, иногда первого есть, второго нету, иногда они оба воздействуют параллельно, и так далее. Это Магалаг, это путь, который называется, если каха пройти, частное влияние. Частное влияние, это влияние Всевышнего, которое опосредовано поведением Исраэля в этом мире. Исраэль или цадиким, праведники, которые в этом мире совершают какие-то действия, их действия, в зависимости от того, какое это действие, митцва, авера и так далее, притягивает себе дополнительное, совершенно иное влияние Творца, которое связано вот с этими действиями, и это называется гашгаха-пратит, частное гашгоха, частное влияние, частное наблюдение, которое Всевышний наблюдает за человеком. Это гашгаха-пратит, она в основном существует у праведников народа Израиля, меньшего Израиля и так далее, я вам приводил целую градацию, как она существует на разных видах творения, нам сейчас к этому не надо вернуться, но определение Исраэль, народа Израиля, Исраэль, которое переводится как Ешар-Кэль, прямая связь с Творцом, само название Исраэля, это Ешар-Кэль, прямая связь с Творцом, это и есть это влияние, которое соответствует поведению Ами Исраэля в этом мире, поэтому каждый из нас, делая какое-то действие, притягивает к себе, кроме анагиклолит, еще и Рожгаха-пратит, частное влияние. Таким образом, поскольку этот мир создан с определенной целью, и цель этого мира это привести его к состоянию совершенства, мир изначально специально создан несовершенным, несовершенным, недоделанным, и мы об этом много раз говорили, для того, чтобы путем исполнения Торы и заповедей, Маосим Тавим и так далее, мы с вами могли доделать, довести этот мир до определенного этапа, после которого Всевышний лично завершит это соединение свое с этим миром, и это приведет к Двикуту, к соединению нас с Творцом, то изначально, в самом начальном замысле творения этого мира содержалось то, что будет кто-то, кто будет Авраамом или Исроилем, который произойдет от Авраама, который будет являться тем, кто будет осуществлять все, о чем мы сейчас говорим. И этот народ должен был возникнуть в Беехреях, волей-неволей. Кто будет этим народом, это другой вопрос. Теперь, вот именно этим другим вопросом нам надо было будет заняться. Мы сказали, что в Торе написано, вот произведение неба и земли, Бе-и-барам, для Авраама были созданы неба и земля. Должен был появиться человек, который будет работать на полставки или на целую лучше, Авраамом, который будет работать тем, что будет соединять и восполнять те изъяны, которые существуют в мире. И теперь вопрос, которым надо заняться, как определить Всевышний, кто станет этим человеком. На этой теме есть большой-большой махлокис, и я скажу только по одному из мнений, поэтому, если вы слушаете другое мнение, не удивляйтесь, я, поскольку мне сейчас надо объяснить то, что я хочу, объяснить, то второе мнение я пропускаю. Как мы знаем, когда есть махлокис, спор, то мы говорим, что элла-вээлла, дивра-элла-кин-хаими, то и другое слово Всевышнего. То, что я говорю, написано в Рамхале, в Магарале по мнению Рамбана. Есть другое мнение. Так вот, Рамбан перечисляет 10 испытаний, которые прошел Авраам Авину, и внутри этих 10 испытаний не перечисляет первое из испытаний, а именно Уль-Каздим, чтобы было сказано Нимрадом, либо ты поклонишься идолу, либо тебя сжигают в этой печке. Авраам жертвовал собой, Всевышний спас его из этой печи. Это испытание, которое в Медраше приводится, Рамбан не приводит этого испытания, потому что оно только намеком указано в Торише Бехтав. Рамбан не спорит с тем, что это испытание было, он считает, что это не входит в число 10 испытаний, которые прошел Авраам Авину. Объясняет мораль, почему это так, почему Рамбан считал неправильным включить это в испытание, потому что возникает ощущение, и так некоторые комментаторы объясняют, что Дарга Авраама, то, что Авраам стал Авраамом, от него произошел Ицхак Яков и Ам-Исраэль, Яков превратился в Исраэля, Ешар-Кель, прямо ко Всевышнему. Эта Дарга определилась, этот уровень определился тем, что он готов был пожертвовать собой ради единства Всевышнего. И за эту заслугу, награду, которую получил Авраам, это вот то, что от него происходит Исраэль, и теперь только потомки Авраама, и именно они удостоились того, что от него произошел Иаков Авину, далеко не надо ходить, всего внук, Ицхак Авину, что это люди, которые могут привести вот этой Гашгахе Пратит и могут привести к состоянию Ешар-Кель, прямо со Всевышним, соединить мир и доделать те текуним, те исправления, ради которого собственно мир и был создан. Что Маоралью не нравится в этой идее? Маораль считает, что изначально не заслуги Авраама это то, что определили, будет ли Авраам этим народом, а просто то, что изначально мир был создан для того, чтобы появился некто, кто будет выполнять функции Авраама. Практически все равно, кто этим человеком станет, но мир не может существовать, если не будет человека, который будет работать Авраамом, и поэтому с самого начала сказано, бы иибарам, для Авраама был создан мир. Кто станет Авраамом? Это от Шейла, это другой вопрос. Теперь попытаемся ответить именно на этот вопрос, кто должен был стать Авраамом, потому как учит это Маораль, а либо Дарамбар. У Авраама рождается сын Искак, у Искака рождается двое детей. Исав и Иаков. Это два мальчика, брата-близнеца Однояцовых, которых невозможно отличить. И несмотря на то, что в Толе дается некая разница в описании этих близнецов, я об этом уже говорил, поэтому я не буду повторяться, они были идентичны и очень похожи. И слово Сеир обозначает не то, что он был покрыт густым слоем шерсти, поэтому сразу было видно, что он похож на обезьяну, поэтому это Исав, а Иаков был гладкий и так далее. Нет, речь идет о том, что Исав родился волосатым, кавана, те волосы, которые борода и другие волосы, которые вырастают у ребенка, когда он становится взрослым. Он родился готовым, годным, завершенным, цельным с его точки зрения. Уже взрослым, не как рождаются люди, которым надо повзрослеть и пройти какой-то путь взросления. Он был изначально взрослым человеком. Иаков же, Ишхалак, человек гладкий, который изначально родился таким, что он был Иаков, от слова Лаакефа гибати, должен дойти до уровня Исраэль, Ишаркель, прямо ко Всевышнему. Изменить полностью всю свою судьбу и, прочитав Хумаш, мы увидим, что вся история Иакова – это становление Иакова Исраэлем. Мы об этом уже говорили, поэтому у меня нету сейчас времени на это, поэтому я только намекнул. Так вот, этот человек, который стал Исраэлем, один из них Исраэль, другой из них Исав. Кто кем будет и так далее – это вопрос, который должен быть каким-то образом решен. Кто станет Авраамом и от кого произойдет этот Исраэль? Как решается этот вопрос? По мнению Маорали, это выбор Творца. Творец решает, что этот станет Авраамом, этот станет Исавом, этот станет Ишмаэлем, этот станет Иаковом, этот превратится в Исраэля, и это то, что будет теперь тем, что соединяет мир с Творцом через вот эту Эш-Гаху-Пратит. Не заслуги Авраама и огненная печь, не заслуги Иакова, не пахот Ицхака, а только воля Творца выбирает, кто будет кем. Поэтому Тора называет очень во многих местах Ам Исраэль – избранный народ. Бахартану бихоле амин. Когда мы говорим Брохой на Тору, то каждый день мы говорим «Атабахартану миколе амин». Ты выбрал нас из всех народов. Ты выбрал этот путь из всех народов и дал его мне. Теперь любой человек может превратиться в Исраэля, любой человек из народов мира, делая ги-юр, и проходя эту процедуру, он становится Исраэлем в некоторых аспектах даже на более высоком уровне, чем тот, который родился в Исраэль. Например, Герша, не Гер, Китинокшина, Ладдоми, Гер, который сделал ги-юр, он как новорожденный младенец. Все ави-род, которые были до сих пор, их нету, их как бы не было. Сейчас он начинает новую страницу. Исраэль для того, чтобы ави-род, который он сделал, их не было, нужно поработать. И так далее. Но единственный путь соединения со Всевышним это тот, который выбрал Всевышний, независимо от заслуг Авраама, Ицкака и Якова, и понятно, что тем более независимо от наших заслуг. Теперь вернемся к жребию между двумя козлами. Один козел идет Гошему, другой козел идет Азазелем. Обратите внимание на сходство этого примера с Исавом и Яковом. Два мальчика, идентичных, одинаковых, полностью похожих, родившихся в один день, как козлы, которые одногодки, купленные в один день, одного роста, одного размера, одного цвета и так далее, и так далее. Точно так же эти два мальчика, один идет к Исаву, другой идет к Якову. Один становится Исраэлем, другой становится второе название Исава, волосатый Сыир. Сыир – это козел на иврите. Здесь есть намек на то, что мы сейчас делаем в Йом-Кипур, обсуждаем в Йом-Кипур. Вот это вот овойду жребия между двумя Сыирим, между двумя козлами. Жребий, которые бросаются. Что такое жребий? Я всегда привожу один и тот же пример, другого я не хочу придумывать, потому что первый мне нравится. Пример, который у нас в институте пользовался очень большой популярностью в определенном круге людей. Я не помню, чтобы я хоть раз в этом участвовал, но в нашей группе в институте это было очень популярно. Бросали жребий, монетку. Если падало на орла, то пили в общежитии, падало на решку, в ресторан, падало на ребро, шли на лекцию. Жребий, жребий решит, что мы будем делать. Жребий, который бросается между двумя козлами, это один идет к Гошему, другой идет к Азазелю. Что такое жребий в принципе? На иврите жребий это пур. Йом-ки-пур это день, как день жребия, день подобной жребия, жребьевки. Что такое жребий? Жребий это выбор Всевышнего. Когда я бросаю монетку, упадет она на орла или на решку, решает лично творец. Поэтому гораль, жребий, который бросаем мы, это то, что выберет творец для этой цели. Понятно, что не всегда у нас получается то, что мы хотим, он иногда выбирает не то, что мы хотим, но это от Шейла. Когда мы говорим про двух козлов, то Всевышний решает, кто из них идет Ла-Зазель, кто идет Пиашем. А войда этого жребия это то, что мы приходим ко Всевышнему и говорим ему, что у нас нет заслуг, и ради наших заслуг ты не должен нас оставить в живых. Ради наших заслуг быть Исраэлем, на котором должно держаться исправление всего мира, которое ты замыслил, оно не может произойти. Потому что наши заслуги, если мы с вами понимаем, чему они равны, то я думаю, что Всевышний понимает еще лучше. Азохан Вейбекец. Но существует одна вещь. Ты создал этот мир для того, чтобы появился человек по имени Авраам. По той причине, что у этого мира есть цель. Есть кто-то, кто должен привести этот мир к его цели. Цель – это двикут соединения со Всевышним. Это соединение с Творцом может произойти только через тот народ, который ты выбрал. Нас. Не то, что мы заслужим это, не то, что у нас есть даже наших отцов на это. Все это есть. Но основное не это. Основное то, что ты выбрал нас для того, чтобы был смысл существования мира. И это авойда, которую мы показываем в Йом-Кипур, что не басхутейну мы просим не за наши заслуги, а за то, что таков твой выбор, ты нас выбрал, и вот с этим мы приходим к тебе и передаем себя тебе. Ради вот этой вот заслуги. И это сот, это тайна, одна из тайн. Авойды, служба, которая называется Саир-Азазель. Разделение по жребию между туда, направо или налево, или вперед. Окей. Теперь, чтобы пояснить это, я думаю, что это уже более или менее понятно, но тем не менее, чтобы пояснить это, нужно увидеть еще одну вещь. В году у нас есть 364 дня. Неправда, 365 дней есть в году. Гематрия, слово Га-Сотан, Ецер-Гора, это 364. Есть один день в году, где сотан находится в отпуске, он не функционирует, так говорит Гемора. Этот день это Йом-Кипур. Йом-Кипур это день, когда сотан не функционирует, не работает, Ецер-Гора отсутствует. Теперь попытаемся еще один аспект Йом-Кипра каким-то образом объяснить, и тогда закруглим всю тему. Есть Сефир Хасидим. Сефир Хасидим это комментарий решона Рабьи Иуда Хасида на, даже не знаю, это книга, которая написана, назвать это комментариям трудно, это книга, которую он написал. Многие части из Сефир Хасидим идут на Галоха, некоторые совсем не идут на Галоха, некоторые являются очень спорными, но все из них являются слова Торы живой. И вот здесь он пишет такую вещь. Он задает вопрос, тот же вопрос, что задает Раша в Хумаше. Раша задает вопрос, почему сказано «вечер, был утро, день один», в другом месте был вечер, день второй, третий, четвертый, то есть, начиная со второго дня и дальше идут порядковые числительные, а первый день это количественные числительные. Раша отвечает, потому что сказано «день один», потому что «гая, кодыш, был Всевышний единым, единственным в этом мире, это учит, что не были созданы ангелы до второго дня». Это комментарий Раша. Поскольку Всевышний был один и полностью един на всех уровнях, то поэтому, имеется в виду в проявлениях, он и сейчас един, но проявления можно увидеть какие-то различные, то поэтому было сказано слово «один», а не «в первый», чтобы увидеть это единство Творца. Савер Хасиди пишет чуть-чуть иначе, он не спорит с Рашей, безусловно, но пишет чуть-чуть иначе. Он пишет, что от слов «вначале сотворил Всевышний, небо и землю, до слов «вечер, был утро, день один», если количество этих слов умножить на семь дней творения, то получится ровно 364 дня, 54 недели фактически в году, 364 дня и 52 недели, и 364 дня плюс один день, который называется Йом-Эхат, и был вечер, и был утро Йом-Эхат. Он не первый, он именно Эхат. Почему? Потому что вот в эту секунду творения Берейшит было сотворено время, до сих пор не было времени, и творение времени произошло в этот первый день творения, которое основное, что в него было создано, это фактически написано в Рамбане, это творение времени. Есть один день, который есть каждый год, который остался вне времени. Нужно понять здесь такую вещь. Весь Алам-Габа, он находится вне времени. Грядущий мир, о котором мы говорим и ждем и так далее, тот мир, в котором мир награды, в котором те, кто удостоится, удостоится того, что они получат награду, которую мы не можем себе представить. Эта награда заключается в понимании всего, что происходило в этом мире и в соединении, в слиянии со Всевышним. двикутбе ашемедбарах, соединение со Всевышним, пусть он будет благословлен. Это та награда, которая оставляется саддиким лааламаба. Награда эта произойдет в тот момент, когда гашпа, влияние Всевышнего на весь мир, будет находиться, будет дана таким образом, что будут включены все виды влияния, которые существуют у Творца. Все, без исключения. Сегодня Всевышний каждое мгновение делает новый импульс влияния, который, некоторые из них сочетаются, они постоянно сочетаются, но все время есть изменение того, как Всевышний влияет на этот мир. Вот это изменение, это и есть определение времени. Без времени не может быть изменения. Постоянное изменение импульса влияния Творца на мир, это и есть понятие времени, так его определяет Нефи Жахаем, так его определяет Писхей Шарим и так далее. Это понятие, которое называется времени. Включение всех видов влияния одновременно растворит всё, что есть в этом мире, и всё соединится со Всевышним, и это Алла-Маба. Тикуним, которые происходят сейчас, это те тикуним, те исправления, то доведение нашего мира до Тахлиса, до цели, ради которой мир был создан, до Алла-Маба. Йом-Кипур – это Йом-Эхад, это день, который находится вне времени, который находится ещё до того, как вот это вот изменение света Всевышнего, которое было создано, проявилось и было создано. Вот это вот Йом-Эхад – это день, который находится выше, чем Алла-Маба в этом мире, поскольку для того, чтобы попасть, соединить время и не время, время с мерой, которая называется Бли-Тахлид, Бли-Время, Бли-Гвуль, для того, чтобы произошло это соединение, должна происходить какая-то ступенька, как пишет Сфатемис, ступенька, чтобы залезть на дерево, нужно какую-то ступеньку, чтобы на неё залезть, и потом залезть наверх. Невозможно переместиться, ни на что не опираясь. Поэтому в этом мире существует Шаббат и Йом-Кипур, которые являются той ступенькой, основной ступенькой, которая соединяет Алла-Мазе и Алла-Маба. Поэтому Шаббат – это день, когда мы не делаем никакого изменения этого мира, как в Алла-Маба, 39 видов работ, которыми создавал Всевышний этот мир, мы от них отдыхаем, и Йом-Кипр, когда мы отдыхаем, ещё от пяти вещей этого мира – размножение, переходы с места на место, движение, поэтому не надеваем кожаную обувь, еда и питьё, украшение и мытьё и так далее. Все эти вещи, которые имеют отношение к Алла-Мазе, в Йом-Кипур отсутствуют. Йом-Кипур – это Кейна-Ламаба, это подобие будущего мира, это то, что находится выше, чем о Аллах времени. Я понимаю, что то, что я говорю, до конца непонятно, но сейчас вы можете понять то, почему я сказал, что когда я говорил про атрибут милосердия Всевышнего, что этот атрибут с помощью нашей чувы принимает процесс нашего раскаяния, и процесс раскаяния приводит к тому, что Всевышний судит нас на основании будущего, зная, что я буду делать завтра, послезавтра и до конца 6000-го года, то это действительно тот Магаллах, который принимает шуву и раскаяния, и который делает так, что наш авиарот стирается. Кроме этого, есть ещё один, ещё более высокий Магаллах – Магаллах Йом-Кипура. Поскольку существует творение мира, и Йом-Кипур – это то, что раскрывает в этом мире, соединяет этот мир с тем миром, для которого весь мир создан, с целью Двикута ко Всевышнему, присоединение ко Всевышнему этому мира, то поэтому Йом-Кипур, который находится настоящей мере милосердия, то есть настоящая мера Рахамим – это махар, который не махар, который будет завтра, через неделю или через две, или через тысячи лет, а махар настоящий – это тот, который будет тогда, когда будут полностью изменены все законы этого мира, и мир перейдёт в состояние Алла-Мабба, в состояние получения награды, а не в состоянии суда. Вот настоящий Рахамим Йом-Кипура – это та, что является наградой ради награды, что является целью сотворения мира. Так вот, ради цели творения мира, для того, чтобы она была осуществлена, чтобы был Ам-Исраэль, чтобы был тот народ, который удостоится привести мир к тому состоянию, для которого он создан, для этого Всевышний стирает авиерот и не наказывает за авиерот, в некоторых случаях даже без тшуы. И это суть того, что Всевышний судит, на основании того самого главного махара, который существует, то есть махара Алла-Мабба, завтра, то есть Алла-Мабба. И это наиболее серьёзная степень завтрашнего дня, и это корень Йом-Кипура, который может сделать так, что какие-то авиеры будут стёрты даже без тшуы, которая делает Ам-Исраэль. Без Манейну в наше время этого произойти не может, потому что уровень, когда нету храма, ведь что такое Йом-Кипур? Это соединение со Всевышним почти на уровне Алла-Мабба, уровне самого высокого, который может быть Алла-Мазе, настолько, что это в какой-то степени выходит за пределы понятия времени. Это соединение происходит каждый Йом-Кипур, но во время существования храма и карбонот, соединение жертвоприношений, соединение со Всевышним посредством службы в храме и жертвоприношений было настолько серьёзное, что в Йом-Кипур мы поднимались на уровень, который соответствовал тому, что даже без тшуы соединение с Творцом могло стереть какие-то авиарот. Не все, но частично. Сегодня мир находится на много более низком состоянии, и несмотря на душу и святость дня Йом-Кипура, мы можем подняться настолько, насколько не в сказке сказать и так далее, но тем не менее, того уровня, который был во время храма, достигнуть невозможно. Поэтому стереть все авиарот, которые у нас были, мы технически не можем в Йом-Кипура без тшувы. Но с тшувой, которая делает двойную работу, работа Йом-Кипура ради Алла-Маба и работа тшувы ради Алла-Мазе, ради этого мира, ради авоиды, соединив две эти части вместе, мы можем нашей тшувой, видуем и так далее, убрать все авиарот, кроме одной. Есть одну авиару, которую тшува вместе с Йом-Кипуром не в состоянии убрать, потому что мы не можем дойти до того уровня, что это будет убрано. Это авиара, которая называется Хилуль-Хашим, осквернение имени Всевышнего. Если человек, не дай Бог, сделал авиару в присутствии большого количества евреев, больше десяти, десять плюс, и авиара стала известна, то в этот момент, поскольку там, где находятся десять человек, там пребывает шахина, мы сделали такой халаль, такую пустоту Всевышнего в этом мире, что восполнить эту пустоту, Мицидейну, с нашей стороны, понятно, что Всевышний не изменился от нашей авиары, это очевидно, но восполнить эту пустоту мы не можем ни тшувой, ни тшувой вместе с Йом-Кипуром. Но тшува вместе с Йом-Кипуром подвешивает эту авиару до дня смерти. Смерть, она, я сейчас не могу объяснить, благодаря семи различным процедурам, которые я не буду объяснять, смерть, которая происходит у человека, она стирает эту авиару полностью, и в момент смерти он очищается от неё полностью. Настолько, что ему не нужно попасть в гееном и так далее, если за ту авиару, о которой мы говорим, была сделана стопроцентная тшува, и прошёл Йом-Кипур. Сочетание этих двух вещей. Если Йом-Кипур не прошёл, то тшува и смерть вместе не могут убрать Хилу-Гашем без ещё каких-то процедур, о которых мы не будем говорить. Теперь, я думаю, что можно понять, почему в Йом-Кипур слова, боро, чем кот Малхатула, на бет, мы можем и будем говорить вслухи, даже немножко кричать. Особенно дети в синагоге вопят так, как будто бы, потому что они считают, что они делают большую мицву, и они правы. Поскольку раскрытие Творца в этом мире, в Йом-Кипур, проходит на совершенно ином уровне, чем в любой другой день, то поэтому, если каждый день принцессы прийти на кухню в своём свадебном наряде немножечко неловко, поэтому это надо делать тихо, чтобы никто не видел, то Йом-Кипур делает так, что этот мир, эта кухня, этот муравейник перестаёт быть обычным муравейником, он становится не просто салоном, он становится больше, чем дворцом царя, потому что присутствие Всевышнего на кухне в муравейнике, в царском дворце, приходит в такой уровень, на таком уровне находится, что люди, которые находятся в Йом-Кипр, если они вводят себя в Йом-Кипр, если Йом-Кипр становится частью этого человека, то он поднимается на такой уровень, что провозгласить славное царство Всевышнего в этом мире уже не стыдно, потому что это совершенно иной уровень, не потому что мы такие хорошие и так хорошо попастились, на это я уже сказал, что это муравьи чуть-чуть большего роста, это не в счёт, но мы находимся на уровне Двикута со Всевышним, который исходит из Творца, а не от нас, поскольку Всевышний с самого начала с помощью жребия, то есть воли Творца, создал народ, который должен перейти на этот уровень, чтобы существовала возможность текуна и приведения мира к тому, для чего он был создан. И это сочетание нашей тшувы, которая 10 дней раскаяния, это тшува, и арбитрахамин, первый атрибут милосердия, ради завтрашнего дня в Алла-Мазе, ради того, что сделают наши дети и так далее, когда Всевышний всё это учитывает, и второй атрибут, ради того ирахамин, того рехим, того уровня завтра, который находится в цели творения этого мира, когда даже без тшувы мы можем получить текуним, потому что без этого мир не может существовать, и это зависит не от нас, а только от воли Творца. Таким образом, совмещение этой тшувы и Йом-Кипара приводит к тому, что все авиарот, которые мы сделали, они должны быть аннулированы. Вот, теперь, когда мы говорим видуев, в Йом-Кипар мы говорим 10 видуев, саха, коль всего, до Йом-Кипара, начиная после Рожошона, мы начинаем видуев, нет, видуев мы не начинаем говорить, мы говорим, что лучше своими дотрахами, 13 мир милосердия, но на это время, я думаю, может быть, у меня будет урок на эту тему, но я вижу, что я не успеваю его сказать до Йом-Кипара, поэтому пропустим его. Но, начиная с Рожошона и дальше, у нас новый уровень тшувы. Сегодня мы тоже до Рожошона должны приблизиться к тшуве. Я напоминаю, приближение к тшуве месяца Элул это подготовка от того, чтобы мы поняли, что мы сейчас заходим к царю Рожошона и зайти прямо к царю в перепачканном навозной одежде, немножко неприлично, и надо бы постирать одежды и этот тшува Эллула. После того, как мы доходим благодаря к душе святости и уровню Рожошоны и воспринимаем, что такое Малхус, что такое царь, после этого мы можем на новом уровне лахзор быть шува, сделать шуву в течение 10 дней раскаяния по поводу того, что мы вообще сделали и как мы удалились от Творца, и как это можно потерять этот уровень Малхута. И это 10 дней раскаяния. И последний, Йом-Кипр, это уровень тшувы, соединенный с атрибутом милосердия Всевышнего ради завтрашнего дня, который стирает все авиарод, даже те авиарод, на которые тшува не могла быть у нас стопроцентной, даже понимая, что такое Малхус, поскольку уровень Йом-Кипура настолько выше всех остальных дней, что он достигает практически на каком-то аспекте, почти достигает ке-эйна-лам-аба, подобно будущему миру. И таким образом этот двейкут, который мы можем достигнуть Йом-Кипру, он помогает нам стереть все, что оставалось от наших авиарод, которые мы не смогли сделать Элулом, Рожешоной, 10 днями раскаяния, это доделывает Йом-Кипр. После этого начинается новая авойда, которая связана с Сукотом, и это продолжение этих дней, о котором, вероятнее всего, я буду говорить в следующий раз. Спасибо, и на этом я должен закончить. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok